Проект, который был выставлен в первый раз в 2017 году, называется он Funding 6 Passion Content. Это код ошибки сервера. На этом все знают, когда компьютерам дает какую-то ошибку выглядеть, скажут, что 474РО или какой-то там ЛИ-400, такой ошибки сервера, как частичное содержание, то есть недостаток контента, есть свое обозначение. Оно обозначается цифрами 206 и пишется в вашем контенте. В основу легли этих работ пиксельные панели, как мониторы экрана, то есть специально их выложили на стихи, наносили красочные ствои и доводили до ваттого состояния, как будто идет вот цвет монитора. Такой более младкий, если бы уже наносили элементы, части, фрагменты, утраты какие-то, делают изображения. И такой как бы эффект, как будто отпечатывался в фрагментации вот этой истории, этих частей, УИН, как будто отпечатывался на мониторе экрана. И в то же время оно начинает подостраиваться за счет пикселей, такой тоже как бы машины какой-то руинированности, потому что пиксель сам по себе носитель такой тоже как бы битвое изображение. Здесь взятые из сети фотографии, то есть выуждаем в сети, то есть вот наблюдая тоже какие-то другие города, вот такие руины. Мы как бы решили скомбинировать и создать как бы вот это вот интересное пространство, которое вот такое пространство памяти. Коллективное. Да, коллективное. Используя такие коридоры, которые очень часто у нас повторяются, такое как прохождение порталов истории. Они иногда комбинируются из нескольких фотографий и больше, бывает просто как бы мы используем одну фотографию. Но мы решили просто при себя, что мы, наверное, не будем использовать сам, ну, свой народок, в котором мы находимся, где у нас музыка есть. Мы просто решили как сделать какой-то эффективный такой память. Мы работаем с темой новой технологии и их перенаконки в живопис. То есть нам вообще очень комбинируется, он очень важен, потому что в живописе есть уникальная возможность делать текстуры разные. То есть пластичность, можно смешивать краску и создавать изображения и наоборот его смазывать. То есть нам важно именно работать в живописе, но в то же время нам важно создавать какую-то атмосферу. Ну, мы хотим создать, по крайней мере, атмосферу и погрузить зрителя в эту атмосферу. Потому что мы изначально по своему образованию художник в театре и кино, да, вот, мы учились создавать декорации в театре. То есть создавать, именно погружать зрителя конкретно в какую-то вот ситуацию, в какое-то действие, да. То есть и мы в этом проекте тоже хотели создать вот эту ситуацию, когда ты попадаешь в некое заброшенное пространство, где лежит штукатурка, да, которая не то отклонилась от полста, а не то она, ну, она как-то становится такой частью живописного пространства. И мы еще записали звук, может, сейчас его не слышно, но тот, кто был до этого, мог услышать звук шабов, звуковосыпающие штукатурки. Которые записывались. Да, мы записывали его прямо у нас, когда, то есть мы шли по пустым залам. И штукатурка, собственно. И штукатурка. Мы шли по этим залам, открывали двери, которые были составлены кружинами. Хватаешься за перила, там есть вот шумы, удары, жужжит, лампа. Вот эти все звуки, которые присущи к пустевшему зданию советского кофе, они здесь аутентичны. Поэтому попробовать погрузить зрителей в эту атмосферу, это вот одна из наших задач. Есть такой момент, это был, когда мы собрали все шабовки, которые там можно было где-то делать. Мы взяли со стен, да. И когда мы только вот делали опустимый цвет, мы начали засыпать так же полос, засыпать где-то. И просто вот мы заметили, что вот этот вот цвет там, он начинает как-то взаимодействовать с колстами. Мы специально выбирали цвет, штукаторки, фактически от колстов. И получилась вот эта полоса. И вот это ощущение... История такой запомнившей, оно как-то на колсты. Делала по собой. Как это делать? Наша мастерская, вот, уже называемая полоса, находится в старом покарном. Оно не действует там, уже ничего там происходит. И именно, ну, в ломании, вот рядом на третьи, вот, где-то, выступали на сцене, там было много всего. Я делала, там была в ломании, там постоянно концерт, какие-то, такие взрослые, люди там, левые, любые на ботанках играли. И все это как-то жило и существовало. А сейчас стоит огромное здание конструктивистской постройки, построенное в 1925 году по народным следствиям. Как их назывались так? Навык дом, народный дом, потому что следствия по строительству собирали по работникам комбината, которым он, собственно, выжил. То есть население, чтобы создать свою какую-то культуру, носитель свой, чтобы где-то можно было что-то причерпнуть. Свободное время принести отдать. Да, то есть они прямо вот собрали деньги на это здание. Оно было построено, и сейчас оно в полном запустении. 5000 квадратных метров просто. То есть такая большая эпоха своей культуры и истории, в общем, она просто разрушается. Это предмет, которая в английском считается АМ. И расшифровывается, в принципе, ну как, это аббревиатура двух слов. У них два разных слова английских, и они имеют одну тоже аббревиатуру. С одной стороны это room, в английской комнате, она просто на языке сокращается на один круг. И на языке программистов. Программисты часто используют команду или букв. То есть удаление. И она у программистов тоже сокращается от двух этих букв. Тем самым нам понравилось вот это соединение в одной аббревиатуре, в этих букв к уху, соединение двух слов комната и удаление. Так как это был проект, который шел сразу же за туманом, как здесь в вашем форме, мы просто, когда искали фотографии у меня ЭНВО, очень часто встречали пространство, которое, ну, мы чувствуем, что оно не относится уж совсем прям в историю. Оно может нампать пересекаться и становиться с тобой историей. Оно как-то оно там затерялось в программе, было непонятно. То есть настоящее, это и прошлое. И мы решили сделать такой проект, где настоящее, оно как бы стремится к... Становится уже в прошлом. Потому что мы очень часто, ну, мы вообще не можем понять, что такое настоящее. Потому что оно, в основном, сейчас есть, да, вот через субботу оно уже в прошлом. И, как бы, уплатить вот этот момент. И, там, сказать, что он конкретно, это субботу настоящая. А вторая, когда там очень все относительно. И это, как-то, у нас тоже очень интересует. Особенно в интернете этот момент, когда ты постишь фотографию, ты, вроде, только что за после написано, только что. А потом сегодня у нас опять, знаете, там такой таймер отчет времени в прошлое начинается. И это тоже очень интересует. Вот. И мы после будущего проекта подключились на этот проект. И решили сделать такие пустые комнаты, из которых был недалек человек. И эти комнаты, они бы создавали такое смещенное пространство. Опять же, хотелось улучшать какую-то конкретику. То есть, не какая-то конкретная комната. Она не принадлежит конкретному человеку. Это не персональная комната. Это такие гибридные образы. Образ современного человека, который насваивает какую-то историю. Какую-то память, фотографии, тексты. Какие-то воспоминания свои. То есть, и вот это вот большое... И это билет образы. Вот это вот наслоение. Постоянное наслоение. И наслоение. Оно начинает восстановиться с такой вот историей. То есть, таким большим носителем уже как бы современность. И решили, что вот оно должно быть такое все... Как шум восприниматься? Смещенное, с какими-то обувями? С таким как бы не предметом. То есть, таким, а очень каким-то... Такое пространство, которое имеет с собой какую-то четкую основу. То есть, оно постоянно смещенное. Поэтому используются полсты более-таки вытянутые. Которые делают некое движение. Превращают в такое состояние как поколка этого пространства. И используются вот эти вот окна. Которые иногда вставляются. Или просто какие-то промиллы. Которые такие засветы. Они дают такую отсылку таким мониторам. То есть, оно отчасти тоже где-то пересекается с проектом Перун. Только здесь уже выступает не пиксельный фон. То есть, оно вызывает уже такой свет монитора. Как свет экрана. Да. Ну, опять же, мы используем всякие элементы прибыли интернета. Такие как переселение. Какие-то гличевые элементы. Эффект шума. Ну, или сами вот эти наслоения. Такие использования разных квартир. Какие-то пространства. И вот это вот соединение. Которое начинает превращаться в какой-то такой шум. Технический. То есть, здесь иногда отсутствуют какие-то пиксели. Это само состояние. Не оно техническое. Это валира. Пространство. Которое очень часто сейчас. Телефонный. Прошу. Да. И дальше. Да. Он живет совершенно в стране за счет скайпа и еще как-то круглой памяти. Но вот это пространство, которое начинает расслаиваться, погружать тебя, цеплять, пропаливаешься, опять притикаешь, и вот эта постоянная такая вот глубина, которая длится и не имеет какого-то основы, конца, и ты постоянно погружен на это пространство. И вот в этих ползах дать бы какую-то стеку, какой-то эффект, который не имеет на... Нам еще хотелось сделать такой акцент на том, что комната для человека, это же всегда такое личное, очень пространство, где он может спрятаться. Это, наверное, такое последнее место, которое сейчас осталось его личным, наверное, потому что сейчас столько сетей, ты подгрузил фотографию, тебя кто-то сфотографировал, все уже знают, где ты находишься, а квартира – это все такое совсем личное пространство, в котором только где ты можешь скрыться, чтобы тебя никто не видел и никто не знал. То есть это, по сути, такая точка присутствия человека в его убежище. Ну, на самом деле, и оно уже, убежище, оно уже не такое безопасное для человека оказывается, потому что когда он выходит в сеть, он, во-первых, свою логическую локацию показывает, он показывает, где он наблюдает, за что он смотрит, этот поток информации даже прорывается в его комнату, да, и... Да, это уже не то место, где вот он был закрыт, да, он с помощью сети, он может расширить его, раздвигая эти границы в своей комнате. И, на самом деле, если так думаться, то, что происходит, границ-то уже нет, нету границ комнаты, ты уже тоже не один, потому что у тебя только перед тобой в телефоне целый мир, и вообще, может быть, ты сам отсутствуешь, потому что очень часто такое бывает, что открываешь дверь в комнату, смотришь, и все сидят в телефоне, тут никого нет, где с тобой говорили? Они все в ритуальности, все сидят внутри, ты уже не можешь сказать, что он физически как бы присутствует, ну, как бы отсутствует. Ну, не дешевле, по-моему, стоял только раз в сети, где-то, 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 где-то все. Да, то есть самая-самая абсурдная ситуация, что кто-то может просто взять себе у себя в квартиру, уйти в сеть, а потом... Ну, очень часто кто-то замечал, там, кого-то завершил, он сидит в интернете, там, и он не слышит, что происходит. Мне нравится, что здесь возникают иногда какие-то элементы реальности, с которых ты соскальзываешь и уходишь в какие-то другие слои, и они тебя куда-то ведут, и ты там опять, ну, ты кажется, какой-то предмет, он тебя опять не отсталкивает. Ты постоянно не можешь найти какую-то такую основу, то есть ты постоянно в таком состоянии неустойчиво, в таком потоке как бы находишься, такой поток как бы фрагментированный, то есть когда вы там в сети что-то просматриваете, вы там часть фотографии запомнили, или стоите в ленту, запомнили другую фотографию, какую-то часть, и у вас все это соединилось, и оно постоянно такое наслоение. Здесь вот оно как начинает взаимодействовать вот с этой присоединенностью, в которой человек приходится. Субтитры создавал DimaTorzok